Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня такая проблема, я не люблю себя. У меня не было родителей в принципе, мне не дали любви в детстве, из-за этого я страдаю на данный момент. Я так думаю, на месте я устро ищу любви у своего парня, прямо таки липнул. Мне хочется постоянного внимания, не видно, что меня оберегало. Мы с ним уже 3 года и все пошло на спад. Я не задумывался сначала, что проблема во мне, почему я ходил, потому что 24 часа был со мной. Постоянно обнимал и говорил, что любят. Из-за того, что этого стало меньше, я начала расстраиваться. Меня тянет плакать часто. Я плачу сначала, что не получаю любви и мне обидно. Но затем я плачу из-за осознания, что я себя не люблю. Потому что мне так крайне... Потому мне так крайне необходима чужая любовь. Мне очень хочется полюбить себя, чтобы меня не волновало, кто любит и кто не любит. Чтобы я была самодостаточной. Помогите. Что мне делать? Как прийти к этому? Мне кажется, будто я так и буду всю жизнь выпрашивать любви у других. Даже сейчас я сажу и плачу от безысходности. Я не понимаю, как из этого выбраться. Екатерина, у вас есть два, два, как мне кажется, основных момента. Это первый момент касается того, что, как вы говорите, вы себя не любите. То есть, ваша нелюбовь, она как-то проявляется. То есть, ну, она должна как-то выражаться, ваша нелюбовь, к себе. Ну, условно говоря. То есть, это не просто так вот, что, ну, что вы себя не любите. А это именно, вот, проявляется в чем-то, в чем-то, в чем-то. И вот, как мне кажется, вам нужно разобраться в том, за что конкретно вы себя не любите. Как вы пришли к тому, что, вот, ну, что вы себя не любите. Тут довольно важный момент, как мне кажется. Понимаете, понимаете, да? Потому что, если вы себе не отдаете в этом отсчет, то вы просто, ну, просто пожинаете плоды по большому счету. Плоды каких-то каких-то своих решений. Плоды каких-то своих поступков. Вот. И так далее. То есть, тут очень вот этот момент важен. Второе. Вы говорите, у нас смотрите. Мне не дали любви в детство. Говорите вы. То есть, это у вас прям требование любви в детство. Но вы откуда-то узнали, что вам должны были дать любовь в детство. И это значит, ну, если вы откуда-то это узнали, что дело здесь не только в любви, а в том, что вы чувствуете себя какой-то не такой. Из-за того, что у вас нет родителей. Из-за того, что вам, вот, как вы говорите, не дали любви. То есть, вы здесь, как бы, обижаетесь на родителей, вот, не отделяете себя от них, считаете себя какой-то не такой. Но, скорее всего, мысли это не ваша. Скорее всего, мысли это других людей. Вот. А, как бы, ну, к себе. Вы, вообще-то говоря, даже не знаете, какая вы. То есть, ну, какая вы, кто вы, что вы, грубо говоря, из себя представляете, представляете. Например, чего хотите сами по себе и так далее. Вот. Знаете, как бы, любовь к себе это, вот, вообще, замечание, осознавание и выражение своих желаний. Снова. Ну, это взятие некой личной ответственности на себя. То есть, в эту минуту не учиться, но до начала, что боль, от того, что вы какая-то не такая, обида, называется выражение. Вот. Ну, и выражение кому-то, кому-то, как мне кажется. Вот. Поэтому, если говорить о том, что нужно делать, то вам нужна психотерапия. Конечно же. Вот. Вам нужна психотерапия и работа. Индивидуальная, индивидуальная работа. Вот. Может быть, работа вместе со своим пятнём. Тоже, в принципе, неплохой вариант. То есть, совершенно неплохой вариант, если вы будете со своим парнем, если вы вместе со своим парнем придёте на психотерапию и поработаете. На тем, что вас беспокоит, к примеру. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Совсем это будет неплохо. Вопрос только в том. Вопрос только в том. В том. Хотите ли вы. Этого. Ну, нужно ли. Нужно ли вам. Это. Вот в чём. Как бы. Вопрос. То есть, если вы. Если вы на самом деле хотите. Чего-то изменить. В. В. Ну. В. 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 не обойтись. Но, а если сейчас вы, условно говоря, вот так же как и со своим, например, парнем ходить просто, чтобы вас пожалели, ну я думаю, что в таком случае ничего, сколько-нибудь хорошего не получится, потому что, ну вот, так и будете вы искать того, кто вас вот, ну пожалеет, грубо говоря, понимаете, да, как бы, жалеть вас, ну, может быть, никто не захочет, и вот что тогда будет, как мне кажется, вы боитесь одиночества, как мне кажется, вот мне кажется, вы очень боитесь остаться одна, ну, это мое предположение. Есть какая-то травма, которая связана с тем, что у вас нет родителей, то есть вы их не знали, но почему-то, так, ну, знаете, это компенсация, это компенсация чего-то, вот чего нужно определить. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.